Всем привет! Меня зовут Лиса, и сегодня ко мне приедет моя подруга, чтобы убрать в моем гардеробе. Когда моя подруга узнала, что я опережаю, она мне сказала, что пожалуйста, не делай ничего сама в самостоятельном своем жилище, потому что я знаю, во что это превратится. Поэтому давай я приеду сюда сама к тебе, и мы все сделаем вместе. А лучше я сделаю все сама. И я сказала, да я в общем-то не против. Недавно у меня появилась новая гардеробная. И, ну, уже даже сейчас видно, что дела здесь обстоят достаточно плохо. Убейте меня. Вы когда-нибудь видели, как ломается маска? Потому что у меня она сломалась. Насколько нужно довести свою жизнь и вообще мнение людей о тебе, что они готовы убираться в твоем жилище, лишь бы ты сама этого не делала, потому что получится плохо? У вас есть мысли по этому поводу? Единственное место, за которое мне минимально не стыдно, это вот это, хотя здесь есть на чем поработать. Мои носки. Это мой стол. А это мой пол. И оно должно было быть примерно одинаковым. Я не уверена, что красить полку хорошая идея перед тем, как тебе придет человек, чтобы наводить уборку. Я просто не уверена, что не будет вонять. Пустое жилище выглядит так одиноко. Так хочется повесить здесь какие-нибудь дурацкие постеры и угонтошить все аниме. Если вы думаете, что эта квартира будет выглядеть точно так же буквально через две недели, это будет не так. Что мы перевозим в первую очередь? К косметику. Блин, вам не кажется, что моя кожа выглядит как будто светлее из-за того, что я более светлый цвет волос покрасила? Сейчас на камере я вижу, что мои волосы как будто бы желтые, хотя в жизни они буквально платиновые. Почему они кажутся желтыми на камере? Перед тем, как придет моя подруга, я хочу немного накраситься, чтобы не так страшно ей было. Хотя, знаете, она уже ко всему привыкла. Друзья аж для этого и созданы. Сначала это такая при первой встрече максимальная, красивая, одетая, обутая. А потом, когда вы начинаете уже хорошо дружить и общаться... Привет, я местный бомж Валера. Мне все же предстоит доделать мой гардероб. Без понятия, когда я это сделаю. Но вот я испачкала нижнее веко. Вы когда красите ресницы, вы нижние и верхние красите? Или только нижние, или только верхние? Заметила, что когда красяшь только верхние ресницы, ты как будто такая более милая, становишься более няшная. Теперь хотя бы не местный бомж Валера, а Клавдия. Можно завязать в какую-нибудь баранью гульку. Вы знаете, что такое баранья гулька? Вот и я не знаю. Если не можешь делать хорошо, сделай плохо и говори всем, что так было задумано. Принцип, которым я руководствуюсь всю мою жизнь. Возвращение блудного зомбака какое-то. Может все-таки расчесаться? Нет, зачем? Вспоминаем Лису три года назад и думаем, о нет, Лис, это так изменилось. Была папа с накидцем, а сейчас акула полудорок. Ужасный сучняк. Знаете, что меня выгнали из дома из-за того, что там было все засрано. Как нужно было засрать жилище, чтобы тебя оттуда выгнали, потому что ты все засрала? Сама подружка, заварим ей чай. Вот. Из отличной кружки. Какую кружку мы тебе выберем? Ну давай, пикай. Я хотела бы, конечно, слуной. Но ты меня расхвалила, которая как горшочек такой, с убудцами или с оливками. Вот, его, пожалуйста. Блин, а где же тут великий горшок? Подождите. Ну, это, конечно, щедрое предложение, но, наверное, я остановлюсь на лунном. Сакура. Пахнет сакурой. Чувствуете, как пахнет сакура? Я заказала себе огромное количество абсолютно дурацких чашек, и нужно выбраться, с какой дурацкой чашки я буду пить сегодня. Недавно я полностью отучила себя есть сладкое, то есть я вообще перестала есть сладкое. Да, сладокая, что ей можно убить. Эти лайфхаки будут выше уровнем даже, чем лайфхаки Трум-Трума. Я стала есть много моркови. Вы знаете, что по какой-то причине, когда ты ешь морковь, у тебя совершенно не хочется есть сладкое? Я не знаю, как это работает. Я просто стала есть морковь. Мораль своей башни, баб зубами что-то знал. Просто человек пришел сниматься на видео, как бы, какой контент, какой макияж, какой образ, и я просто с моим обгрызным педикюром, ну знаете ли. Давай сравни наш маникюр. У меня нет его, у меня просто аккуратно. Что, по-моему, лучше? Вот полная система маникюра или вот это? Соли, солнце, такие уронские пальцы, такая ваша... Да, мы будем есть свои конфеты. А, это для ребенка такая, как бы, мелочная ситуация? Это для ребенка, для меня. Я понимаю, что это для тебя, но теоретически это могло быть для ребенка. Это могло быть для ребенка, но здесь будет сидеть я. Хэштег акушерство. Акушер. Ты меня надувал. Только вот этого мало, ты уж... Давай распаковывай, что там. Да, там мой новый дар. Hello. Нет, это старая фигня. Это тоже старая фигня. Это будет новый. Да. Это? Да. Мне подарили обияло с ним. Процесс уборки запущен. Я не знаю, зачем все это было сделано, если мы уже просто взяли и пошеварят вещи. Но вот человек отважился сделать уборку за меня, так что... Начинаем приводить все в более-менее порядок. Я пойду, да? Я же не нужна? Нет. Нет, нет. Ты очень нужна. А я зачем? А зачем здесь я, если угрожать тебе? Мам! Вот это вообще помогает. Это новый, браво старт. Я хочу сыра. Главное, не трожь мои косплеи. Вот у меня тут три костюма. Вот это важно. И парики. Чем тебя мои парики не устраивают? А мне все устраивает. Ты сказала, могу себе вот эти штуки забрать, а одежду тебе остается. Так что я это отложу себе сразу. Знаете, что мы сегодня узнали? Мы узнали, что сегодня, оказывается, не только сегодня, но и в принципе во всей жизни. У людей, у некоторых есть такой кинг. Он взглядел в том, чтобы сосать нос. И вы спросите, зачем сосать нос? А вот нравится им сосать нос и высасывать. То, что в наш... Лайк с тех, кто любит сосать нос. Ну, на самом деле, я предлагаю сейчас просто вообще взять все и просто покидать на пол, а потом от этого отталкиваться. А что теперь делать с этим всем-то? Дядьку ты зачем уронила? Что, давай тогда сразу еще свитера и сложим. А куда мы будем их класть? В эту штуку? Японская методика. Собираем свитер. Ого. И потом раз, два и три. И мы это все вот сюда вот так аккуратно поместимся. У тебя будут так красиво очень лежать по цветам все свитера. Ну, я хочу сказать, что уже выглядит цивильнее. По крайней мере, в этом уже видна какая-то логика. Но, как вы видите, ситуация все еще не близка к окончанию. Будет лучше. Будет лучше. И куча вешалок свободных. Ну, не... Ох, нифига себе. Посмотрите, как это круто выглядит. Вот у вас вообще насколько чисто в гардеробной. Потому что теперь, походу, в моей одежде будет... Ну, только ты будешь в власть моей одежды. Только ты теперь будешь меня раздевать и одевать. Это, кстати, трону и пуш-ап. У тебя будет шестой размер в этом. Отлично. Как раз контент будет хороший. Здесь я сложила маленькие топы, шорты, пижамка Victoria's Secret, все твои кофточки, шорты, штаны, спортивные, все по цветам. Можно, конечно, лучше. Ставлю этому лайк. Насколько вы близки со своими подругами, потому что моя подруга буквально сейчас будет разбираться в моих трусах. Понимаете? А если они будут грязные? Ну, конечно, у тебя такое же. Почему ты вообще копаешься в моем белье? Ну, ты меня разрешила. Ты меня разрешила. Мы думали, что закончили с носками и красиво все убрали. Я еще удивилась, почему у тебя так мало... Хотя белье-то тоже оказалось. Я еще подумала, почему ты так мало носков и других моментов, которые ты очень любишь. Спойлер. Потом оказалось... Там дофига еще этого. Походу мы не закончили с этим видео, пойдем обратно. Походу мы даже не начали. Так, это надо? Да, понадобится, пожалуй. Не знаю, когда он, когда не понадобится. Небольшой лайфхак. Если вы задолбались в своей гардеробной разбираться, то делайте так. Сначала вы, например, делаете футболки. Вы задолбались с футболками, понимаете, что у вас еще кофта с длинными рукавами, перескакиваете, например, на трусы. Потом, если задолбались от трусов, перескакиваете, я не знаю, прежде чем разбираться с колготкой на ваши юбки. И таким образом у нас постоянно разная одежда и вас не задолбают. Потому что мы копаемся в этом во всем уже сколько? Ну, часов 6-7-8. И нам максимально норма, потому что мы постоянно скачем туда-сюда. А сейчас просто смотрите, на что похожи мои трусы. Контент. Дальше не буду показывать. Нам пришла еда, время покушать. Ой, какая красивая, смотрите, пицца просто невероятная. Это груша с горгонзолой. Ох, это тунец и красный лук. И ветчина с артишоками. Блин, это вообще не ужасный. Посмотри, у меня дырявый буквально карман. Настолько все плохо, но это мои любимые. Давай кинем ее в сторону, потому что я ее зашью, пожалуй. Так, это мне не надо, если ты ночью синий джинс, можешь забрать. Между прочим, Армания. Какие-то там вот джинсы с бережки с дыркой я не отдам, а вот нормально забирайте. Ты рвала застань эти джинсы, где у нас есть раз, два, три. Браво Старс, Браво Старс, это новый Браво Старс, Браво Старс, Браво Старс. Ребят, брюки Диор подиумные. Мне есть, что их подарили, я, конечно, сама себе такие вещи не покупаю. Я покупаю себе бережку и Алиэкспресс. Но если вдруг вы не знали, как нужно зашивать брюки Диор, который стоит 1200 или 300, то это нужно делать вот так. Браво Старс, Браво Старс. Считаю, что мы отлично справились с брюками. Что делаем дальше? Ну что сказать, вот еще одни мои носки. Ну как одни. Тут их целая куча, которые мы распределили. Посмотрите, как это все эстетично выглядит. Все осторожно. Ну, насколько эстетично могут выглядеть грязные носки. Никто даже не удивится. Шел шестой или седьмой час нашего убирания. Мы даже не близки к концу. И сейчас мы столкнулись с той проблемой, что у нас очень много разных вешалок. Поэтому сейчас обудать сюда забирать вешалки. Все это снимать, перевешивать, чтобы снова потом развесить. Но на самом деле я очень рада, потому что у меня наконец-то будет чисто. Столько на сей момент вещей мы утилизируем из моего гардероба. Хорошо, что всегда можно отдать вещи своей подруге. Мне вот очень интересно, в каком состоянии довезлась моя косметика. Ладно, вопросов у меня нет. Кажется, нам предстоит с вами новое видео про распаковку гардероба, потому что здесь все выглядит кошмар какой-то. Это просто ужас. То есть ты берешь такая, снимаешь видео о том, как ты разбираешься в своем кастическом столе, чтобы сделать переезд. Ты приезжаешь, и тебе снова придется делать. А-а-а, как ужас. Я очень надеюсь, что эта хрень по цвету подойдет сюда. Как это вытащить? Не делайте этого, это явно была плохая идея. Кажется, что этот цвет достаточно темный. Вроде как темнее становится. Здесь прям светло, а здесь даже какую-то границу видно. Но явно все равно еще даже не близко. Я поставила пятен здесь. Надеюсь, что на верхней доске все это получится исправить. В крайнем случае налеплю сюда стикеры. Два часа ждем, пока высохнет. Два часа ждем, пока высохнет. Два часа ждем, пока высохнет. Очевидно, что здесь, если не было развода, нужно делать одной проходкой кисти. Поэтому давайте повторим наш бесценный опыт. Меня попросили не смотреть. Но сейчас мне сказали посмотреть. И просто посмотрите, насколько здесь все ровно по цветам развешено. Ну просто это рэп перфекциониста. Что за тамблер? Ребята, ты и герл. Вот такой же, как мои ногти. Сплит. Охренительно. Уже не знаю, какая ночь. Нам теперь предстоит разобраться еще с этим совсем. Короче, вот это не все сумки, которые есть. Здравствуйте. Мне нужно куда-то вот этот брелок прицепить еще. Почему она же тут пин? Блин, на самом деле я хочу бы снять вот это и повесить. Ребята, вы за или против такого контента? Ставьте лайк. Нет. Отдай ему вещь. Это что, помойка? Никакой помойки это. Смотри, как она идеально под эту кофту подходит мне. Она под все мои кофты идеально подходит. Не раздевай меня на моем же канале. Какой-то 305 экстрим. Лук на миллион. Для тебя вообще тяжело, да? Видеть мои изменения. Подписчики пишут. Я бы если ты изменилась. Да, она изменилась. Что за развратные телки? Смотри, если тебе будет надо, ты всегда сможешь ее достать. От отсюда. Бляда. По-моему, очень удобно. Так, мы все сделали. Давайте посмотрим. Блин, ну это какой-то прикол. Как мне теперь мою сумку оттуда вытащить, е-мое. Отличная сумка. И что вам не нравится? Маска чистовья. Маска чистовья. Маска чистовья.